Здравствуйте! В данном видео я хотела бы вам предложить рецепт приготовления пиццы классической. Очень простой, очень быстрый и из доступных продуктов. И вот то, что говорится, палочка-выручалочка на все случаи жизни. Итак, что нам надо? Тесто. Вот я только что, оно у меня приготовилось. Тесто будет ссылочка на видео, как я его готовлю. Кетчуп. У меня в моем случае это домашний кетчуп мы заготавливаем. Колбаса копченая. Можно заменить на любую другую или бекон. И сыр. Два вида его на терке. Мелкая на терке и крупная. Сейчас поясню, для чего я это делаю. Мелкая я посыпаю в первую очередь, чтобы она заполнила все пространство нашей пиццы. И тем усилила вкус сыра. А эта на терке крупная, да, она как бы придает эстетический вид. Скажем так. Все. Сейчас я раскатываю тесто. Я его делаю не традиционно круглым, эту пиццу, а квадратной. И делаю это на противоположной стороне противня. То есть я его переворачиваю. Не вот так, а вот так. Так удобно ее снимать. И удобно вообще в любом случае. Противень мы обязательно присыпаем мукой. Вот так у меня расположилась пицца. Тесто очень хорошее, пористое. И сейчас я буду смазывать кетчупом его обильно. Ну, впрочем, кто как любит. Кетчуп у нас очень... И оставляйте обязательно бортики. Чтобы у нас ничего не побежало туда, на край. Прямо где-то в сантиметр. Это самое... Размер бортиков в сантиметр приблизительно. Остается нетронутым. Андрей Б tranqu力. Прямо где-то в железнодatori. Прямо где-то для виска. Прямо где-то mastит. До свидания. Продолжение следует... Вот ушло у меня полбанки. Где-то так. Теперь идет у нас колбаса. Выкладываем ее... Я рядочками всегда укладываю, чтобы удобно было отрезать ломтики. Чтобы на каждом кусочке была колбаска. Ну или две колбаски. Так, сейчас подрежу, не хватило маленько. И сейчас я буду посыпать сыром, который мелкий. Видите, он мелкий какой. Специально, чтобы он заполнял все пространства. Маленько его делали неправильно. Спасила. Нужно. Натереть. Он его длинно как-то так натер. Но не страшно. Вариации добавить в нее, в пиццу я имею ввиду, относительно начинки. Множество. Вот что вы любите? Оливки. Пожалуйста. Кто-то огурчики соленые кладет. Помидорчики. Кто любит помидорчики маринованные или соленые. Кто-то яйцо разбивает. Но я этого ничего не делаю. Это у меня чисто классическая итальянская пицца. Готовится так. Вот. Этот рецепт я знаю давно. Поэтому. Он всегда удачный. Всегда получается. Впрочем, пицца, я думаю, у всех всегда получается. Духовку я уже поставила разогреваться. 190 градусов. 180-190. Не меньше. Все. И сейчас это буквально будет готовиться 10 минут. Потому что все продукты готовые. Только тесто готовится. Тесто тоненькое. Быстро оно готовится. Значит. И вот пройдет 10 минут. Я погляжу, чтобы у меня все тут было нормально. И затем я добавлю вот этот сыр. Этой нарезки. Вот. Для создания более плотной корочки. Красиво будет. И еще буквально 3-5 минут. И все. И у нас пицца готова. Немножко украсила пиццу. Не люблю, когда остается тесто. Немножко осталось. И я вот так вот уголки решила оформить. Ну, все. Сейчас я отправляю ее в духовку. Буквально на 10 минут. Так. Прошло у меня 8 минут. Пицца уже поджарилась маленечко. Видите, да? И сейчас я ее буду посыпать вот таким крупным тертым сыром. Стараться мимо не делать этого. И все. И буквально еще 3 минутки. И все готово. Тесто уже приобрело тот цвет, который нужен нам. Все. Все. Духовка у меня пищит. Что 10 минут истекло. И я отправляю буквально на 3 минутки. Даже, думаю, на 2 достаточно будет. Но еще секрет. У меня впереди секрет. Вот пицца наша готова. Вот таких она размеров крупных. Скажем, как говорится, богатырская пицца у нас. Вот. Поедателей ее много. И сейчас главный секрет пиццы расскажу вам. Берется растительное масло. У меня тут как раз немножечко. И вот так вот. Придерживайте пальчиком. Вот прям оставляйте маленькую щелочку. И разбрызгивайте масло. Вот так вот. Да. Потому что я пробовала без. Это совершенно другой вкус. Так что, вот так мы разбрызгали его. И еще один секрет небольшой. Вот такой пакетик приобретите обязательно. Травы итальянской кухни. Здесь очень большой сбор пряностей. И вы прям берете и сверху присыпаете сухими. Тем самым пряности эти прилипают к растительному маслу. И получается очень-очень вкусно. И они не слетают ничего. Вот такую пиццу я сегодня приготовила для своих домочадцев. И вы готовьте обязательно. Готовьте с удовольствием. И наслаждайтесь приготовленным. Заходите на мой канал. Буду рада вам всем. И всем всего хорошего и доброго. До новых встреч.